А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Звенящая тишина, которую нарушает лишь жужжание пчел, для Александра Капатурина уже вошла в привычку. Мужчина занимается сладким хобби более 20 лет. Жужжат и кружат, не жалят, а опыляют и собирают нектар. На этой пасеке тысяча маленьких пчел. В этом году из-за раннего тепла старт медосбора начался практически на один месяц раньше, чем обычно. Пчелы намного лучше в этом году прошло у них развитие. Они стали мощнее, стали собирать первый мед. Погода была хорошая, светлые, свербы, с мать-мачехи, с одуванчиками. Александр говорит, что в последний раз на его памяти так рано мед появлялся в 90-х. Обычно первую качку пчеловоды начинают к концу июня. Нынешняя весна перекроила график, но многим это лишь плюс. Мед несут уже меньше раньше. Правда, такое позитивное настроение пчеловоды испытывают далеко не во всех районах края. Виной тому засуха. Тот мед, который они уже даже откачали, им пришлось его опять назад скормить пчелом, чтобы не потерять силу семьи. Биологи не уверены и в том, что медовый урожай будет богатым, даже несмотря на раннюю качку. Может произойти такая ситуация, что либо будет больше меда, наоборот, получено в сумме, либо может такая ситуация сложиться, что может быть август будет, ну скажем, более таким холодным. И вот эти последние, скажем, качки предосенние, которые пчеловоды, ну, так сказать, делают, они, может быть, ну как-то свернутся или меньше и дадут эффект. В целом, по словам экспертов, этот год будет богат на разнообразие сортовое. Таежный, горный, гречишный, дягилевый – уродятся почти все сорта. А вот объемы вряд ли окажутся больше обычных 15 тысяч тонн. Поэтому цена, скорее всего, не изменится. Если вы говорите о ярмарках, о социальных ярмарках, в принципе, сильно она не возрастет никак. По словам Сергея Тастана, для самих пчеловодов сейчас более важная задача – спасти пчелосемьи от гибели. Чтобы все надежды на раннюю весну оправдались и меда было достаточно, нужно избежать повторения прошлогодней ситуации, когда после обработки полей ущерб пасечников исчислялся десятками тысяч рублей. О массовой химобработке можно узнать теперь из специального приложения. Но пока им пользуется не так много владельцев пасек. А Александр Копатурин, как и все пчеловоды края, ждет благоприятной погоды, чтобы как можно скорее собрать второй в этом сезоне медовый урожай. Мария Микшута, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова